Ребята, добро пожаловать на мою территорию, потому что на сегодняшний день я являюсь одним из лучших специалистов в области мистических, духовных и ментальных практик, и так получилось, потому что в основном мои коллеги по цеху сосредоточились на создании вокруг себя мистического ореола, нагнании вот этого тумана, вот эти все штуки, ну знаете, да, у тебя нет денег, потому что у тебя чат, он не в ту сторону, он крутится, поэтому тебе надо фиолетовый канал из космоса воткнуть голову и задницу в землю, да, и тогда они не пойдут. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году, записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. 17 лет назад я начал свой путь исследований способностей сознания человека, и несмотря на то, что в начале для меня это был просто как некий живой интерес, по принципу хочу знать, я, поскольку из маленького городка, которого даже нет на карте, и из очень бедной семьи, то меня, в том числе, интересовало, есть ли вот эти, могут ли эти знания, дублотные и какие-то другие, увеличивать или вообще приносить деньги, можно ли как это использовать в финансовом смысле. И, поскольку не все меня знают, мне 35, и 17 лет назад у меня произошел выход из тела, с чего все началось. Кстати, кто вот слышит фразу выход из тела и понимает, о чем речь? Супер! А кто испытывал на себе этот опыт? Тогда вы меня понимаете. Мне было 19 лет, и это очень сильно перевернуло мое представление о мире, о самом себе, потому что это косвенно, на тот момент я считал, что это косвенно доказывает существование некого по смерти, что когда-то урешь, жизнь твоя не закончится, а если это так, то это все меняет. То есть это означает, что важно не только чего-то достичь вот здесь, в этой жизни, но если и дальше что-то будет, то, блин, надо как-то подготавливаться к этому. Плюс ко всему, то, что я увидел там, то, что пережил, никак не срасталось с тем, что говорят традиционные религии, поэтому так начался мой путь, и, наверное, начались мои исследования в этой области. Вначале я увлекся западными традициями мистицизма, но когда в 28 лет у меня произошла очень сильная депрессия, я достигаю временного потолка и не мог никак себя преодолеть, я ушел во все, что можно, это и практики шаманизма, и восточные энергетические практики, получил психологическое образование, изучал, в принципе, все, и, в принципе, докопался до некого скелета мироустройства, и я буду его использовать сегодня, чтобы раскрыть тему, как же убеждения наши мешают нам финансовую рост. Поэтому я очень надеюсь, что эта информация для вас будет полезна. По сути, предприниматели – это люди-исследователи. Я безумно уважаю всех моих друзей предпринимателей. Из меня, правда, его не получилось толком, я очень благодаря своей команде, что они что-то на одном соображают. Но предприниматели – это ребята, которые исследуют так называемые вот эти тоже невидимые законы. То есть, например, в нашем языке есть такая штука, такие слова, например, как «Успех». И не совсем понятно, что за определение этого слова и что оно определяет. Или, допустим, такое фото «Удача». И для многих людей процветание материальное является синонимом слова «Удача». И даже вот слово «Успех», слово «Успеть», то есть как бы ты успел, оказался в нужном месте, в нужное время, тебе повезло, и вот ты сейчас молодец, ты трендинг, ты на волне, и у тебя все получается. Но если задуматься, то все на нашей планете, все в нашей Вселенной работает по закону. Да, то есть приливы и отливы – это законы. Примерно смена погоды – есть определенные законы. Рост живых организмов, их убедание, вообще все, что происходит, все очень четко подчиняется определенным законам. Однако до сих пор нет учетного определения того, а что же такое удача. Или есть еще другое слово – судьба, да? Типа у человека судьба, вы предприниматель, и поэтому он этим занимается. Или, допустим, еще есть слово «карма», да? То есть если у тебя хорошая карма, те будут береть по жизни, если плохая, то не будет. И поскольку я пошел в эту тему, меня никогда не устраивали вот эти размытые формулировки. Мне этого было мало. Я пытался как бы докопаться до сути. Я хотел понять, что же это такие за законы. Почему один бизнесмен там открывает магазинчик, и у него сразу же там ажиотаж, тысяча клиентов. Другой делает все то же самое, вкладывается в рекламу. Все, он идет по всем вот этим стратегиям, и у него прямо он уходит в жесткие минуса. Да? Он один делает легкие усилия и получает квантовый рост, другой впахивает до седьмого года и соскрывает копейки. Мне было интересно, существуют ли какие-то правила, существуют ли какие-то там энергии или еще что-то, которые определяют вот, собственно, успех в жизни. Потому что, окей, знать, владеть какими-то способностями, это все круто, но как и кушек тоже хочется, и жить нормально тоже хочется, поэтому я копал его в сторону. И об этих законах говорить трудно, они абстрактные, но они все в наших убеждениях. То есть эти законы очень здорово отображены в наших убеждениях. Что такое убеждение? Убеждение – это то, что внутри тебя работает на уровне закона. То есть, другими словами, то, что твердо, то, что не меняется, то, что является для тебя истиной, своеобразным. Простой пример, да, вот девушки, мысленно продолжите фразу «Настоящий мужчина – это…» И вот то, что рождается в голове – это убеждение. То есть, то, что твой муж настоящий мужчина – ты просто убежден наоборот. Другие в этом не убеждены. И они могут еще и поспорить с тобой. Да, или парень, там, настоящая женщина – это… Или, например, чтобы заработать миллиард, мне нужно. И вот что рождается. И это все, это самый простой способ понять свою программу. Просто продолжить какую-то фразу. Или другое пример. На секундочку, сейчас закройте глаза. Просто закройте глаза. И представьте себе красивого человека. Не своего знакомого, а просто некий идеал, образ, который подходит под слово «красивый». Если вас интересует онлайн-школа, но много вопросов и сомнений, у «Акселератора» есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. И вот что-то вырисовывается, да? Открывайте глаза. Что-то вырисовывалось. И в этом смысле, скорее всего, это более-менее подходит под современные тренды красоты. Был случай, я там не капривал со своей подругой-топ-моделью из «Виктория Секрет». Однажды как-то отдыхали в одном… Не отдыхали, у них была такая подопертинация для одного племени в Африке. Умирающее время они собирали сборы для того, чтобы как-то обеспечить их выживание. Они прыгнули вокруг костра, делали все эти обычные штуки. И вот они уже собираются уезжать. К ним подходит мошка племени и говорит через переводчика, что вы настолько умродливы, что никто из нашего племени не захотел бы с вами иметь детей. То есть, с нашей точки зрения, это достаточно очень красивые люди. Это три века назад капнем, стандарты красоты тоже были другими. То есть, вот это и есть некие программы. То есть, мое убеждение – это мои программы. В эзотерическом мире проще это объяснить словами «клятва» и «проклятие», мы называем это «да». Слово «клятва», «проклятие», «клянусь», «заклинание» – все это производные от слова «клин». А «клин» – это нечто, чем фиксируют. То есть, что это вставили и зафиксировали. Поэтому, когда солдат приносит присяду и говорит «клянусь», это означает «кляну себя». То есть, вставляя в себя клин, фиксирует, и отныне это правда и не всегда. И поэтому получается, что клятва – это твои убеждения, которые являются результатом твоих решений. Причем решение не в том смысле, что ты решил это делать. Нет. В какой-то момент жизни ты решил так считать. Например, это плохое. Когда-то ты это решил, в результате каких-то событий. А это хорошее. И это тоже твое решение. И ты тоже когда-то решил, и теперь так считаешь. То есть, ты как бы поклялся, и теперь это является… То есть, этот клип внутри тебя стоит. И ты ничего с этим поделать пока не можешь. Проклятие же это то, что мир тебе навязал. Например, стандарт красоты. Или, например, идея о том, что когда ты станешь гипербогатым, гиперуспешным, то ты будешь счастливым. Это тоже некое своеобразное определение, своеобразное убеждение. Не имеет смысл дивить их на хорошие и плохие. Вопрос того, помогают им тебе достичь цели, или как бы не помогают. И самый простой способ объяснить механику того, как работают убеждения, лучше на примере кинопроектора. То есть, есть источник проекта. Это такой своеобразный источник, из которого исходит лучший след. И он-то падает на экран. И на экране возникает какое-то изображение. Если просто луч света, то на экране белое пятно. А если мы сюда вставляем кадр кинопленки, то тогда уже белого пятна на экране нет. На экране есть то, через что проходит этот свет. То есть, получается, что три объекта, да, энергия, которая из тебя исходит, источник, затем твое убеждение. И в конце получается результат. И так это работает. И кто бы что ни говорил, но если покопать в убеждения, то скажем так, все, что ты имеешь в своей жизни, все хорошее и все плохое, это результат вот этих кадров, через которых проходит твоя энергию. Поэтому давайте вот эти два элемента разберем. То есть, из чего этот результат? Вот этот один плюс два. Первое, давайте поговорим об этой энергии. А какой энергии идет речь? Речь идет о той штуке, которую мы можем назвать внутри себя, как желание жить. Когда ты родился, у тебя не было права жить или не жить. Твое тело вырабатывает тепло. Твое тело, клетки делятся, работают внутренние органы. Тело работает само. Тебя еще в теле нету, как личности. Но тело уже следует этой программе. То есть, получается, происходит такая постоянная распаковка энергии. Постоянное тело аккумулирует новую энергию, которая идет в твои органы, в твои клетки, и в результате тело начинает как-то расти. И вот это вот движение жить, это есть вот этот свет исходящий из себя. Где-то там есть источник, он находится в каждой клетке, в каждой атоме, и идет распаковка. То есть, вот идет это некое свечение. И если мы попробуем понять, как эта энергия внутри нас чувствуется, то мы ее чувствуем в виде желания или в виде процесса хотения. Что я имею в виду? Вот и родился. Давай другой там. Ну ладно, я лучше его не буду закрывать. Вот некая твоя точка рождения. Спасибо большое. И ты получил, да, из яйцеклетки матери сперматозоидация, ты получил определенный набор этих внутренних программ, вот эту внутреннюю энергию, которая начинает распаковываться. Возникает такой небольшой взрыв. И у тебя начинается рост. И ты начинаешь расти. Что это рост? А о чем я имею в виду? Обрати внимание. Твое тело росло, как и без твоего участия. Мы же становились крепче сами по себе, кости становились крепче сами по себе. Да, чтобы тело росло, необходимо обеспечить ему питательную среду, безопасную автономку. Все это верно. Но ты особо в этом участии не понимал. Язык ты тоже выучил как-то сам, как-то выучилась сама. И получается, что вот эта распаковка твоего внутреннего потенциала происходит вне зависимости работы, что ты надеешь, мы или нет. Да, читать, писать, мы делали какие-то усилия. Учились кататься на велосипеде, да. Но пока мы маленькие, все происходит само. Поэтому родители своих чад пытаются как можно больше в разные секции туда, потому что организм невероятно в первые шесть лет жизни невероятно обучает. Он невероятно способен впитывать в себя абсолютно все. И происходит вот этот взлет. Ты получил пинок при зачатии, и дальше результат этого пинка. То есть если я возьму этот фломастер и выкину вверх, он будет двигаться вверх до тех пор, пока они и сядут вот эта сила, вложенная в бросок. И постепенно вот это движение, оно имеет несколько стадий. Самый крупный из них на зову. Первое это 6-7 лет. Это, грубо говоря, у ракеты отходит первая ступень. К этому времени формируется у человека эго. Эго это основная защитная программа, задача которой обеспечивать выживание данного объекта. И то есть ребенок понимает эго или испытывает его как появление в нем я, личности. Ребенок до этого времени, пока ему 2-3 года, не может думать о себе постоянно. Сам ее картинку, мама гуляет с девочкой, ей, наверное, 2,5-3 годика, а она падает, начинает плакать. Мама что-то из коляски достает, смотри, что у меня есть там, одружка какая-то или еще. Елочка тут же встает, слезы высыхают, сразу становится хорошо, и она тут же забыла, что она упала. И ее это больше не волнует. Взрослый человек выходит из подлеза наступает собачий дерьмо. Мысль потом просто до самого дерьмо, до конца дня. Что это такое? Что это такое? Ему? Паша. Царик доброжелательный. Сиди за сюда, выходи, выходи. И получается, что сознание человек, оно зацикленное, оно может думать мысль одну постоянно. Ребенок нет. То есть в этот момент что происходит? Возникновение эго отрезает твой потенциал. и, скажем так, если здесь у тебя было сто процентов твоего ресурса, то после ты начинаешь двигаться где-то на десяти процентов. 90% отрезается и уходит в твоем подсознании. В следующий момент, когда ты становишься еще более ограниченным, у тебя возникает новое убеждение, это где-то 12-14 лет. То есть период полового созревания начинают работать половые железы, выбрасывается большое количество половых гормонов, это меняет психикологию. у него подростка и у него начинают вырабатываться новые программы, которые определяют его примерно следующий раз. И так его движение идет и в высшей точке человек достигает в возрасте 25-30 лет. Я говорю высшей, которая возникает на автопилоте, на автомате от природы, от твоих генетических данных, от твоих предрасположенностей, от твоих родовых программ и проще. То есть, вот этот рост, чтобы человек рос, ему ничего не надо делать, все распаковывается само. Да, внешняя среда влияет на это, безусловно, очень сильно, но у тебя энергия идет. И мы знаем, что старение, например, физического тела возникает после 25 лет. Позвоночник уже начинает не так сообщаться кровью, многие другие моменты, да, возникает некие период старения. И от 30 годов возникает депрессия. Потому что та энергия, которая у тебя была, вдруг она заканчивается, проблема у тебя стала еще больше и все в этом духе. То есть, автоматический рост закончен. Так вот, топливо, на котором человек движется, или то, как он ощущает жизнь или отношение его, можно назвать словом «хотение». То есть, это мое хочу. И вот, если вдуматься в то, что такое «хотение», то это наш инструмент, который возникает сам по себе. То есть, ты не управляешь способностью «хотеть». Например, твое тело начинает ходить в туалет само, когда у тебя накапливается, тем он вдруг хочет, ты просто слышишь «хочу», встал и пошел. Когда ты проголодался, ты чувствуешь, что ты хочешь есть. Ты можешь искусственно заставить тебя, чтобы съесть, когда ты не голоден. Это не проблема. Но когда у тебя возникает естественный голод, тебе не надо что-то для этого делать. Тебе просто тобой куда-то движет. Но схотение, и хотение очень классная энергия. И проблема людей возраста 25-30 лет заключается в том, что способность хотеть как бы не то чтобы заканчивается, но ее становится мало. То есть этой энергии становится мало. Ты достиг распаковки всего, что у тебя есть, и топливо это как бы закончилось. И дальше пути два. Первое, просто продолжать жить на автопилоте. Просто продолжать жить на автомате. если это так, пойдет падение. Ты пойдешь падать. Это падение может занять 50 лет, 70 лет, не важно. Но ты никогда не достигнешь больше, чем то, что ты достиг 25-30 лет. Второе, это найти другое топливо, при котором можно выбрать еще больше. пищи. И это второе топливо называется навелением. С хотением есть одна маленькая проблема. Хотение легко удовлетворить. Когда ты голоден, твой голод заставляет тебя идти искать пищу. Но вот ты голод удовлетворил, и в тебе больше нет желания пищи, и поиск пищи теряет смысл. Когда ты одинок, одиночество как некая боль, как некий голод, толкает тебя на то, чтобы выстраивать с кем-то отношения. Но вот ты выстроил отношения, и потом что-то между вами начинает происходить. В интернете полно этих фотографий, пара, до свадьбы боссы, через три года, до, до, такие красавчики, молодые, историки, красивые, боссы, там, развесло, забили на себя, и так далее. Почему? Кончилось желание, потому что цель удовлетворена. С деньгами та же самая штука. Ты начинаешь двигаться, когда ты беден, это офигенный ресурс для многих. Почему люди не могут двигаться из бедности или из некого постоянной нехватки материальных ресурсов, потому что он выгоден, потому что пока у тебя нету, ты хочешь. А когда ты хочешь, тебя автоматически туда двигает. и нам очень нравится вот это автоматическое движение, то есть мне нихрена делать не надо. Приперло, прижало, и с собой идется и делается. Идешь, ищешь работу, если надо, идешь, обучаешься, если надо, идешь, изучаешь иностранные языки, если надо, на автомате. Поэтому нам очень хочется продолжать хотеть. Но есть одна маленькая фигня, это 25 лет. Почему 25 лет? 25 заканчивает развитие префронтальная кора головного мозга. Одной из функций этой области мозга является способность думать в долгую, в перспективу. Слышали наверняка о таком эксперименте, брали маленьких детей в области от 6 до 9 лет, закрывали их комнате и давали им сетюрку. И говорили, это сетюрка твоя. Но если ты просидишь 10 минут и не съешь ее, ты получишь какую-то такую же. С этим экспериментом отправились 15% детей. 85% предпочли съесть в первые 10 минут. Хотя они были знали, что потом получат в два раза больше. И вот эта неспособность играть в долгу связана с слабым развитием префронтальной коры головного мозга. Это наша самая молодая эволюционная часть мозга. поэтому вот такая штука происходит. Что происходит в 25 лет? Начинается меняться сознание. Почему? Потому что в 25 лет ты автоматически начинаешь ощущать будущее. Ощущать в долгу. Вспоминайте, в подростковом периоде приходите к родителям, мам, пап, дайте мне тысячу рублей. Если ты тысячу смог, тебя это удовлетворяло вообще просто. Не важно, у тебя сегодня встреча с друзьями, потусить, ты кайфанул достаточно. Спогнайте свои первые отношения. Ты встречаешься с девочкой, с мальчиком, да, и вот вы идете рядом, и тебе уже больше уже придет от гормонов радости. За ручку взялись, поцеловались вообще крыши снос, про секс вообще молчат. То есть этого было достаточно пока ты был маленький, пока ты был подросток. Но сейчас ты заработал миллион, но ты понимаешь, это мало, потому что тебе надо еще своих неродившихся детей обеспечить, внуков, которые не факт будут или не будут. То есть тебе надо на несколько поколений вперед еще наследие какое-то оставить. Поэтому получается, что мы не можем удовлетвориться теми результатами, которые есть. А проблема осталась. Достигаем результаты на хотении. Поэтому если тебе уже больше 25 лет, у тебя проблема. Если ты будешь на хотении двигаться дальше, ничего большого и великого не получится. Великое получится на намерении. Почему намерение неудовлетворимо? Желание да, а намерение нет. Потому что ты намереваешься, достигаешь результата, и все равно двигаешься дальше, лишь только потому, что ты намерился. И все. То есть ты исходишь из другой позиции внутри себя. И вот тут мы плавно подходим к убеждению. То есть принцип именно вот это. Из меня исходит энергия. И я могу ее калибровать, я могу ее, скажем так, создать в ней определенную чистоту. И это либо одна половина, которая будет называться хочу, либо другая намереваюсь. И вот это как бы некий выбор. На хочу жить круто, легко, свободно, автоматически. Но результаты маленький. На намерении что угодно. Вопрос в том, сколько ты можешь его удерживать. Но одна КРДН проходим через программу. И вот тут возникает собственно одна маленькая фигня. Если мы попытаемся понять, какие убеждения у нас есть, то эти убеждения есть трех уровней. Человека можно рассмотреть как три сферы. Внешний круг это наш разум. разум, то есть другими словами, внешний круг это наши внешние границы. Мы встречаем мир своим интеллектом. На что бы ты не посмотрел в одной комнате, у тебя для всего есть название. Стены, спикер, экран, люди, пол, потолок, люстры. у тебя нет вопроса что это. есть твой интеллект встречает мир первый. То есть сначала мы встречаем его ментально. Срединный уровень это эмоции. Это уровень ощущений. И самый внутренний круг это физическое тело. И теперь собственно мы как бы состоим из этого. Но внутри нас есть оператор. мое сознание. Моё я. И вот как мы говорим. Моя рука, моя голова, мои мысли, мое тело, мои чувства. Мы не говорим я рука, я голова. Мы говорим моё. То следовательно я это некий оператор находящийся где-то там внутри своего тела. И вот давайте сделаем одно простое упражнение. Прямо сейчас найдите свое я в своем теле и ткните туда пальцем и держите руку. Покажите мне в какой части тела вы находитесь. Где этот оператор находится. И держите руку так. Я хочу увидеть. Каждый 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 давайте включат ищем внутри себя. головар живот грудь где где машина окей теперь все кто показывает не на голову держите руку кто на голову опустите кто на грудь показывает на живот держите вопрос вам вот тот кто нашел что ты находишься там тот кто определил что я там он где тот кто вот сейчас ты говоришь со мной откуда из груди смотришь на меня из груди откуда из какой части тела из головы я находится в голове почему так 4 из 5 органов чувств находятся в области головы зрение обоняние вкус слух что это означает это означает что моя личность тот самый я которым мы так гордимся это просто реактивная программа ведь когда ты спишь и находишься в глубокой базе сна когда тебе не снятся сны где ты тебя нет тела нет ничего нет но звонит будильник звуковая волна воздействует на барабанную перегонку мозг посылает сигнал на кончика где начинают выделять кортизон и в результате чего то тело начинает пробуждаться то есть и ты появился и ты очнулся а пока спал тебя не было то есть вот это вот ощущение себя в голове говорит о том что если если находится в разуме это означает что я как этот оператор плаваю мыслят что у нас в разуме находится мысли идеи представления различные и так далее и так далее и штука заключается в том что мы слышим в основном внешний круг то есть внешнюю границу себя и не слышим то что происходит внутри например я готов поспорить что большинство из вас не основную собственных эмоций пиковые состояния это когда супер страшно вы это чувствуете когда супер классно вы это чувствуете но в целом нет вот смотрите кто сейчас себя чувствует не хорошо не плохо нормально в целом нормально поднимите вот а такого состояния не существует прямо сейчас в твоей крае плавают огромные коктейли с гормонов то есть твоя биохимическая составляющая присутствует и ты в себе ощущаешь плохие хорошие эмоции и там нету такого плюс 1 на минус 1 равно 0 некая норма норма это то что чувствует труд когда в нем ничего нет когда в нем лимбическая система оверла и поэтому вот это ощущение это некий обман то есть означает что просто не слышишь что находишься здесь и тем более мы не осознаем свою тему видим трогаем и пользуемся например ты сейчас не осознаешь свои ноги оооо я сказал про ноги и ты тут же их почувствовал да но в этот момент если твои ноги не болели или не взывали тебя твой разум то получается что ты как бы их не слышишь как будто их там нет к чему я клоню я клоню к тому что убеждения существуют на уровне твоего разума на уровне твоих эмоций и на уровне твоего физического тела как это работает когда твой яд думает о цели цели это правило внешне что-то не знаю да развив свой бизнес у тебя есть цель ты начинаешь что-то развиваться что происходит ты думаешь у тебя возникают мысли сигнал начинает идти к тебе в юридическую систему которая начинает управлять твоим гормональным фоном почему так происходит почему природа это создала причина что такое эмоция эмоция это сигнал твоему физическому телу для действия то есть тело делает ты совершаешь действия идешь на переговоры делаешь звонки с кем-то встречаешься работаешь больше нормы стараешься набереваешься выходишь за пределы секунды то есть ты совершаешь какие-то действия по причине своего пермонального форма то есть по причине того эмоционального состояния которое ты чувствуешь эмоция наталкивает тебя на инстинкт на инстинкт убеждения на уровне физического дела это наши инстинкты есть два врожденных инстинкта два врожденных страха у ребенка как говорят ученые это страх высоты и страх горьких звуков а все остальные страхи внутри обитают там кто бы чего не боялся в основном это все приобретенное то есть получается человек обретает тут определенные инстинкты все инстинкты делятся на два типа те которые разрешают твои энергии двигаться к твоей цели а у тебя находится ядро и твоя энергия твой потенциал внутри твоего физического тела у тебя нет энергии в голове у тебя нет энергии в эмоциях у тебя нет энергии в теле и соответственно когда ты думаешь об этом у тебя возникает мысль эта мысль вызывает у тебя всплеск эмоций эмоции побуждают тебя действовать например когда ты сексуально возбужден сексуальное возбуждение побуждает тебя на определенные действия если мы возьмем детей и воспитаем их таким образом что скроем от них всякий факт того как делаются дети скроем всю информацию от них то при достижении полового возраста они на инстинктивном уровне догадаются что там делается им не надо будет это рассказывать сами найдут что туда вставлять потому что есть эта программа внутри или например ты видишь снаружи человека который бежит на тебя с топором идея меня сейчас убьют это вызывает страх эмоцию страх вызывает приток адреналина который начинает ускорять сердцебиение почему потому что телу надо бежать а чтобы тело бежало эффективней надо чтобы курсы сообщать с кислородом поэтому сердце и дыхание должно работать чаще чтобы вдыхать больше кислорода все работает очень просто то есть мысль вызывает эмоции эмоции вызывает так называемое желание тело и теперь фокус в чем если это все срабатывает когда ты думаешь о своей цели и если твоя энергия по этой дорожке доходит до прицелы твоя цель реализуется вот так и в некоторых случаях это выглядит как мистика именно как магия я просто подумал произошло подумал и как бы повезло и вот она удача и вот она судьба и вот она карма и все это происходит как-то очень странно и все легко приходит я даже не стараюсь не впахиваю делаю малое количество усилий получаю огромное количество результата то есть условие очень простое твоя энергия должна достигать эта цель она должна как бы через себя проходить и давайте проведем маленький эксперимент чтобы это на себе закрепить давайте выберем три вещи ну три основных желания каждого человека недвижимость дом автомобиль средство передвижения и личная жизнь выбери из этих трех то что у тебя на твой взгляд развито хуже всего то есть у тебя возможно есть квартира может даже несколько но они не там ни в том районе ни в той стране и ты вообще снимаешь или неважно да может быть у тебя есть машина но не та о которой ты мечтаешь вот а может быть у тебя есть личная жизнь муж жена но у вас отношения далеко не то о чем ты хочешь выбери прямо сейчас одно из трех если по какой-то вероятности есть люди у которых все ты в порядке тогда ты можешь взять статус там по любому ты не удовлетворен да мы предприниматели вам все надо надо быть королем мира что очень круто и так что там главное или из этих трех или из этих четырех выбрали закройте глаза а теперь представьте это свое желание это важно закрытыми глазами сделать нарисуйте все в своем воображении но возведите это в абсолют если ты выбрал автомобиль то возведи его в топовый если ты про недвижимость то это не знаю замок битхаус в центре в общем что на что на тебе является мега то есть первый класс если в личной жизни то представь себе такие отношения представь себе такого партнера такое его отношение к тебе о котором ты мечтаешь то есть сказка и прямо сейчас вот это представляю не открывая глаз если ты нарисовал эту картинку мысленно опусти внимание к себе в области уйди и попробуй понять какие эмоции ты чувствуешь то есть эта мысль должна фактически создать прилив определенных гормонов который вызывает определенные эмоции если ты осознал что за эмоции открыл положительную мысль со знаком плюс ну то что я хочу это круто это хорошо по определению поэтому я это хочу соответственно мысль положительная я представлю себе как я в этом мечтаю эмоция по идее тоже положительная если эмоция положительная то на уровне тела у тебя возникает положительный инстинкт то есть разрешающий тебе двигаться что такое положительный инстинкт меня сейчас мужчина очень хорошо поймёт да бывает так ты вот женщину хочешь а вот там внизу что-то они вот давно с тобой не согласны хотя головой вроде бы женщины мечта это говорит о том что у тебя здесь все хорошо но где-то по пути сигнал к тебе утеряется и твое тело на это не реагирует притоком энергии поэтому существует только один показатель того что мужчина хочет женщин это наличие рельсы если этого нет чтобы он так не говорил это все как по башке это все пугало итак согласно теории если тут плюс 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 энергия плюс но я сказал выберите то что у вас развита наихудшим способом а если оно развита наихудшим способом то есть у вас нету этой мечты не предвидится ее в ближайшем будущем вы не знаете как этого платить то это означает где-то по пути происходит обманка и вот это вот обманка связано как раз с убеждениями которые человек не слышит то есть есть вот эти провода но внутри этих проводов есть вот эти блоки есть какие-то программы которые человек не осознает он думая о квартире своей мечты о партнере своей мечты о машине своей мечты испытывают не настоящую эмоцию он испытывает выученную эмоцию если например тебя феррари то привези феррари каким-нибудь папуасом в Австралию и когда они посмотрят они не будут испытывать те же самые эмоции что испытываешь ты потому что ну это не в их культуре вот какое-нибудь копье из особого дерева вот это их штырь а тебя это копьюник силу не город да то есть и поэтому есть вот эта программа да почему там когда выходит новый айфон выстраиваются некие очереди потому что когда человек говорит на чём айфон при этом нужно приплыть как это работает здесь это работает так что у него есть программа что айфон необходима для выживания потому что он войдет в некую элиту которая появляется в первую некое сообщество а мы так запрограммированы исторически что вместе с кем-то способность выжить намного выше раньше изгнание приравного смертной казни если ты остался один без племени ты не жилец да поэтому не надо быть частью чего-то поэтому не надо иметь большой бизнес не надо иметь славу в определенных кругах и вообще повсеместно не надо иметь определенную квартиру не надо определять определенную машину и я слышу эти свои мечты как что-то позитивное потому что так просто принято слышать но если твоя жизнь не идет к этому у тебя есть убеждения которые тебе мешают и я хочу дать вам самый простой примерчик как можно услышать что у тебя по-настоящему здесь твои настоящие эмоции и понять как движется внутри тебя по-настоящему это простая простая игра но для этого мне нужен какой-нибудь добровольец кто хочет ну первым надо выходить пожалуйста давайте поприветствуем спасибо спасибо Владислав Владислав что ты выбрал из предложенных вариантов так второй микрохладчик стоп 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 окей итак простая игра будьте внимательны и в этом смысле наблюдайте за Владиславом если вы немножечко разбираетесь поведенческой психологией человеком вы сейчас очень благо увидите окей Владислав зачем тебе дом? тот что я представил он красивый то есть мне нравится я тебе говорю какой зачем зачем за тем чтобы чувствовать что я смог достичь такого результата что у меня есть такой дом нет я хочу дом чтобы был дом зачем тебе дом сейчас одну секунду очень убедительная просьба не отмечать за Владислава это важно чтобы он отошел своей головой и второй момент обратите внимание на то как он отвечает то есть он на вопрос зачем что это подозревает вопрос зачем это вопрос будущего то есть что тебе это даст в будущем но сознание отвечает на уровни то же самое мне нужен дом потому что я смог мне нужен дом потому что он красивый то есть таким образом убеждение прячется в психике то есть психика сопротивляется чтобы увидеть да Владислав чтобы у него комфортно жить то есть ради комфорта да ради комфорта зачем тебе комфорт для ощущения зачем мне надо подсказывать и слышать слово за него цеплять зачем мне комфорт для ощущения спокойствия и безопасности видели куда я шли его глаза он смотрел вверх когда человек на вопрос зачем смотрит вверх физиологи говорят что он обращается но символически это обозначает что человек как раз ищет ответ в неких вариантах которые предлагают общество ни хрена тебе не до этого потому что это же не твой ответ и пока еще и так дом чтобы ощущать комфорт из компании представь есть комфорт зачем он тебе положительные эмоции положительные эмоции окей ты понял чтоечь зачем тебе положительные эмоции там А мне надо предоставить голове представлять цепочку с домом или в целом? Нет, это так или иначе идет через дом. Просто представь, все, вы занесите эмоции. Зачем положительные эмоции? Да, я уже знаю, что дальше. Чтоб чувствовать, что я живу. Близко. Скажи, подходит так, чтобы была энергия? Отзывается? То есть показать, что есть энергия должна нравиться то-либо продолжение. То есть я имею в виду простудника увеличения твоей силы. Но мы назовем это просто энергия. То есть эмоции нужны, чтобы чувствовать себя энергично. Ты сказал просто, что я живу. А живу это подразумевается не в смысле вялое надевание, а в смысле энергично. Окей, энергия. А зачем тебе энергия? Почему-то в голову приходит слово, чтобы выживать. Это хрень. Это вот тоже какие-то версии. Хорошо. Зачем мне энергия? Представь себя энергично. Ты уже бывал энергичным. На хрен на тебе быть энергичным? На хрен на тебе там чувствовать себя? Да, да, да. Это поэтому. То есть достигать цели. Да? Окей, зачем? Я вот когда представил слово достигать, то представил конкретную картинку. И это было что-то около слова власть. То есть, чтобы иметь власть, то есть что-то такое. Влияние. Угу. Влияние. Влияние. Достигать, ну скажем так. Достигать цели. Хорошо, давай ради влияния. Влияние. Влияние. На других. Зачем тебе влиять на других? Чтобы чувствовать свою значимость. Что-то около этого. А что ты получишь через влияние на других? Знаешь, вот между целями и влиянием на других мы пропустили одну такую. такую штуку. Очень забавно. Мы перескочили. Тут есть еще такая штука, как признание. То есть я достигаю цели. Я делаю, я реализую сна. В обществе. Знакрайство его влиянием в признание. Да, да, да. Ну хорошо. Мы тут просто сверху напишем еще признание. Это важно. То есть вы меня признали, я принятелен. про собственную значимость. Окей, давай хорошо напишем. Ну это какое-то знакрайство. Признание, значимость. Да, да. Это об этом. Итак, ты получил это. И это дает тебе что? Так, получил я признание. И что это мне дает? Да, ты где? Что выдовлетворение. Подходит сначала слово некая расслабленность. Типа теперь... У меня слово пришло хайфово. Расслабленность. То есть ты теперь можешь выдохнуть. Теперь можно расслабиться. Да. Когда у тебя есть. То есть расслабление. И теперь все заканчивается. И теперь конец цепочки. А расслабление что тебе дает? Самый оргазм. Расслабление что мне дает? Да. Вот все. Ты расслабился. У тебя есть влияние, энергия, эмоции. Ты реализовался. Тебя признали. Ты выдохнул и... И теперь ты... Ну типа и... Заедите. Смотрите. Такая эмоция. У нас снова подойдет? Да? Да. Молодец. Да, 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 да. Аргазм. Аргазм. Все. В конце ты кончил. И тебе он хорошо. То есть как понять, что цепочка составлена правила? Это примерно как путь к аргазму секса. Ты чувствуешь нарастает, 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 нарастает. То есть каждое следующее это нарастает. Каждое следующее это больше. И так далее. Но. Вот в этом во всем есть одно абстрактное слово. Это счастье. Теперь тебе надо это слово расписать. Назови мне три внутренних признака счастья твоего через эту цепочку. Например, как ты будешь чувствовать себя внутри. И три внешних признака. Другими словами, вопрос звучит так. Как ты поймешь, что ты достиг счастья? Да. Мы все знаем, что счастье это некое эмоциональное состояние. Но оно в чем-то выражается. Вот внутренний. Внутренний. Какой-то тонус в теле. Тонус. Еще. Ну, улыбка. То есть если мы про внутренние, мы про физическое сейчас. Не обязательно это может быть и духовное что-то. Это может быть какие-то вещи связанные конкретно у тебя. Там хорошее настроение постоянно. Ну, что-нибудь еще? Спокойствие опять. Ну, вот так было расслабление. И что? Я бы сказал в той истории у вас. Нет страха. Вот это спокойствие, это когда меня не беспокоит. То есть нет страха. Бесстрашие такое. Так можно на расслаблении, да? Ну, давай спокойствие напишем, чтобы покой был. Хорошо. Внешние признаки. Что у тебя снаружи есть в этом счастье? Не совсем понимаю вопрос. Ну, вот посмотри на цепочку. Да. Понятно, у тебя там есть дом. Но вот скажем так, что у тебя там с деньгами? С деньгами? Пошел. Пошел? Пошел. Пошел. Спасибо. Я не с признанием. Что там с деньгами у тебя? Все отлично. Это как мне назовем? Богатство. Окей, я богат. Избыточное. Избыточное богатство. Супер. Хорошо. Что с окружением у тебя там? Иди отсюда. Мисокаранговое. Как это назвать? Окей, мисокаранговое. Лидеры в своих областях. Окей. Что ты еще? Что ты делаешь там снаружи? Может ты много путешествуешь? Может тебя приглашают на телевизор? Я много выступаю. Много выступаю. Нет? Я так считаю. Окей. А теперь, ребят, собственно, делайте такую штуку, а теперь смотрите, как это расшифровать. Владислав, это первый круг убеждений. И выглядит это следующим образом. Сейчас просто постарайся отристигнуть то, что уходит в речь. В твоей голове программа выглядит так, что комфорт я достигну только если будет дом. То есть мы берем два соседей и берем положительные эмоции я буду испытывать только в состоянии комфорта. Еще одно убеждение. Причем для многих это не так. Для многих комфорт дом ни при чем. Но у тебя это так. Энергия у меня будет только если у меня будут положительные эмоции. То есть ты себе другие пути тупо отрезал для энергии. То есть ты веришь. Вот когда чувствую себя заебись, как ты сказал, тогда энергия пошла. А если не так, все. Достигать цели я буду только при наличии энергии. То есть как раз вялое состояние, никаких целей даже я не мечтаю. Признание влияния на других я буду только если я достигну цели. Да? Расслаблюсь я только приобретел влияние. Только тогда ты выдохнешь. И ну и будешь аж и будет все вместе. Ты думаешь, что это путь, по которому ты свои цели реализуешь. А на самом деле это рабство твоего сознания. Ты тупо каким-то образом в течении своей жизни убедил себя, что таким способом ты можешь что-то достигнуть. На каждом этапе мир может вставлять тебе палки в колес. Например, приобрел дом, но окна, сука, не на ту сторону. Виды закона, соседи не те. Ты начнешь докопаться до чего? Чтобы не чувствовать себя здесь. Почему мы не хотим, чтобы наши мечты осуществились? Потому что что я буду делать, если мечта осуществлена? Например, девочка садится на дверь. Ей надо скинуть там 10 килограмм предположим. Остается уже 2 килограмма до цели, и она это начинает праздновать тортиком. Ну, в большинстве. Почему? Потому что что она будет делать, если она станет стройкой? Мечта о том, что однажды я буду красивой, дает ей смысл жизни. Что ты будешь делать, когда ты достигнешь дома или ничего-то еще? На каждом этапе у тебя есть определенный саботаж, может быть. Это первый круг убеждений. Второй круг убеждений, что твою счастье – это вот это. Не дай бог, тонус пропал – ты несчастлив. Хорошего настроения нет – ты несчастлив. Спокойство пропало – ты несчастлив. То есть богатство чуть-чуть не то, чуть-чуть не так, не дотягивает до топа, не дотягивает до чего. Но ты надёшь опять же к чему придраться – ты опять несчастлив. Да? Когда в окружении какой-то появился бескарабливый козел. Всё. Тебя это вывело из себя, вывело из состояния счастья. Позвали не тебя, а меня, например. И как бы ты тоже – твою мать, я лучшая. И всё в этом духе. Тебя это опять выбило. То есть мир найдёт, где тебя, собственно, на каком этапе тебя попытаться саботировать, вызвать у тебя какие-то вещи. То есть это рабство. Внутри. Закрой глаза. И теперь с учётом того, что мы про это всё проговорили. Заново представь дом своей мечты. А теперь не глядя на картинку. Опусти внимание в область груди и скажи, какие эмоции ты чувствуешь. Спокойствие. Я бы сказал не спокойствие, я бы сказал некое желание замереть. То есть скажу, что хочет твоё тело? Что твое тело хочет делать? Не Владислав в теле, а само тело. Что тебе хочет тело сделать? Какое-то ощущение, что оно хочет раствориться в пространстве. Раствориться. А ещё, кратчить эмоции, я чувствую страх. Чувствуете у него страх? Возьми от зажадости. То есть получается даже от тревога внутри. На каком-то даже уровне паники. Оцепенение. Оцепенение. Да, 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 да. Чувствуешь, как твое тело хочет от зажадости? Уйди из головы. Не смотри картинки. Дом больше не смотри. Я в нём подумал, всё, реакция эмоциональная пошла. Ощущая себя в теле. Ловишь эту вещь? Окей, открывай глаз. Что это значит? Это значит, что когда ты, твое Я, начинает думать про то. Кто знаком с Зеландом? Отлично. Значит, можно говорить о этой технологии. Грубо говоря, эта идея, это некая, ну, такое энергетическое поле, как мы. Эта энергетическая поле, это так называемое соединение. Фантазия. Эта фантазия даёт тебе иллюзорную эмоцию, что тебе зашибись, когда ты об этом думаешь. Но настоящая твоя эмоция, это страх и тревога внутри. Страх, то есть отрицательное, неположительное. Отрицательное вызывает, вот ты знал, зажаться, да? А, зажаться оттуда пошло? Раствориться. Раствориться. Все инстинкты делятся на три F, так называемые. Flight, fight, freeze. Flight, улететь, убежать, раствориться, исчезнуть, да? Fight, драться, напасть, причинить боль, freeze, замереть, закрыться и прочее. То есть что это означает? Когда ты думаешь про цель, твоя энергия хочет раствориться больше, чем уверен, что в попытке себя замотивировать в качестве отката у тебя возникают такие непривна. То есть моменты, да? То есть у тебя отрабатывается вот эта программа. Раствориться. То есть ты склонен к виртуальности, можешь залипнуть в телефон, в сериал, в видеоигру, еще вот что-то. То есть вот программа раствориться. Хотя для головы это вроде как счастье, я вроде к счастью иду. Нет, ни хрена. Твое тело внутри запрограммировано. Не идти туда. Пути два. Найти способ убрать этот блок. Второй. Идти на силе воли. Но на силе воли это насилие. То есть ты над собой насилие. Тебе это необходимо. Это в итоге не найти. Вот. Поэтому спасибо тебе большое. Аплодисменты. 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 Собственно. В этой практике все нормально. Да. То есть стать любовником. Но как только шло все вглубь, у меня откуда не возьмите взяла программа, то есть включать заднюю и валить куда подальше. А я этого не хотел. Я хочу пережить опыт мужа, опыт отца. Хочу прожить это в своей жизни. И я как-то начал это копать. И так собственно родилась Ахора. Ахора это моя система, в которой объясняется вот этот вот принцип. И что здесь заключается в следующем. Где эти программы? Находятся там. Они находятся как в подсознании. Есть одна маленькая фигня. Если, например, он почувствует вот это желание раствориться в теле. Если ему задать вопрос. Вспомни, когда впервые оно возникло. Вот это желание раствориться. То вы все попадете в первые шесть лет жизни. В первые шесть лет жизни. А это важно. Ну я думаю, с психологией вы знакомы. Вы все знаете, все изделано. Но дальше возникает это на очень интересном фильме. Мы знаем, что наш мозг, то есть вот эти программы имеют, это не просто я в это дереве или убежден, это вполне конкретные неровные соединения в твоем головном мозге. То есть эти программы материальные. Да? А мозг не обновляется. Он может доучиваться, достраиваться, но в целом он не обновляется как клетки нашего тела. Существует способ его обновлять. Да? Но сейчас как бы не об этом. Традиционно. Нет. Мозг остается как бы тем же самым. Он просто достраивается количество нейронных сетей. И мы знаем, что мозг работает в разных частотах. В разных волнах. Да? Поговорим про основных четыре. Бета. Чаще всего люди говорят, что бета это состояние бодрствования. Это не совсем так. А бета, волны мозга, высокочастотные, это то, что позволяет думать. То, что позволяет анализировать информацию. То, что позволяет логически и критически мыслить. Альфа-состояние. Состояние расслабленности тела. Чтобы войти в альфа-состояние, то есть это то, что чаще всего используется в медитации, достаточно закрыть глаза, сделать глубокий вдох и до выдоха расслабить мышцы. И в этот момент твой мозг начинает отсюда, от логического мышления, уходить в расслабленность. Да. Дальше можно уйти. Тето-состояние, тето-волны для взрослого человека встречаются, когда мы спим и видим сны. То есть это наше сновидение. Вот эти вот картинки. Это самая глубокая фаза сна без сновидений. Когда меня нет. Есть еще грамма молнии, но сейчас пока не проник. И тут, оказывается, есть один факт. Который, когда я узнал, в принципе, мне открыл секрет, что со всем этим делать. И факт этот заключается в том, что в возрасте примерно от полутора до семи-восьми лет мозг ребенка преимущественно работает в тетоволах. То есть реальность для ребенка первых шесть-семь-восемь лет жизни – это то, что для нас сон. Поэтому у кого есть маленькие дети этого возраста, глупо от ребенка требовать логических действий. Типа, ну как ты не понимаешь, он реально понять не может. Он вообще в других ритмах. У кого есть дети этого возраста, поднимите руку. Знаете тогда, вы можете прийти домой и сказать, давай поиграем в обезьянку, превратимся в обезьянку. Ребенок, о, по следующей секунду уже взял. Ты так не можешь. Нет, ты говоришь, что может быть и сделаешь, и подумаешь, что я дебил, если никто меня не видит. А ребенок попит, он пух, все, он в этом верит. То же странно, как если бы это с тобой произошло во сне. Так работает, собственно, мозг вот в этом вот моменте. То есть, к чему я кладу? Я кладу к тому, что вот эти программы, от которых мы страдаем, которые мы получили в детстве, в моем мозгу сохранены тут. Если мы, ну, представим себе мозг, мы знаем, что у него есть множество различных зон. Это симметически повисует. И вот когда говорят, мозг работает в альфа, мозг работает в бета, не совсем так. Дело в том, что каждая зона, то есть какая-то часть работает, например, это в альфа и это в альфа. Это в бета, это в тета, это в дельта, это в дельта. И вот если твой мозг много, в разной области работает, эта штука называется стресс. Как понять, что ты в стрессе? Самый простой тест. Начинаешь читать книгу, и через две страницы... Так, а что это сейчас я прочитал? Знакомо? То есть ты только выручаешь. Все, это означает, что твой мозг где угодно. Теперь. Штука заключается в том, что сейчас, например, ты слушаешь, твой желудок перерабатывает пищу и прочее, прочее. То есть как вопрос, а где я сейчас? То есть где находится мое сознание? Например, мое сознание находится тут. Что это означает? Это означает, что мне доступен опыт, который находится в тех зонах мозга, которые сейчас вибрируют в этом диапазоне. А те, которые в других не находятся, то недоступен. Если мы возьмем радиоприемник и настроим его на какую-то радиостанцию, мы будем ее слышать, но другие радиостанции слышать не будем, хотя они все в этой комнате находятся. То есть получается, что как бы тебе наступит такой мозг. Это очень тоже... Кто будет автомобиль? Кто будет автомобиль? Тогда подтвердите мои слова. Бывают двиг, когда шумакер со сыноком. По сравнению, да? То есть реакция, все, ямка, ты красавчик, просто там такое делаешь. А бывают и, что тебе кажется, что что-то не каждый отгон это столкновение, каждый в ямках, поворотах не вписываешься, царапинках, как будто навык вождения тебе не доступен. А особенно хорошо это могут понять люди, которые катаются на сноуборных лыжах. Ты уже несколько сезонов, ты хорошо умеешь ездить, но вот однажды приходишь на гору, и как будто твое тело разучилось. Ты вроде все делаешь правильно, а ноги не слушаются, руки, корпус не слушаются. То есть тот опыт, который у тебя есть об этом, просто ты сейчас вибрируешь в тех волнах, где у тебя это в новой части мозга, и он тебе тупо не наступит. И это и есть состояние стресса. То есть штука заключается в том, что, а если мы представим свет проектора, который светит, он идет снизу, вот здесь, и он засвечивает. Здесь находятся убеждения, твои мысли, идеи, которые ты слышишь. Вот твой разум, твой интеллект, внешние границы тебя. То есть что мы получаем? Менять программы на уровне ума бесполезно. Кстати, а как поменять программы на уровне ума? Это очень просто. Прийти, например, на такую конференцию. Выступает человек, говорит, как тебе кажется, у него мысль, и ты такой, о, согласен. И все, у тебя убеждение изменилось. Ты увидел лидера, ты увидел бизнесмена, он поделился своим мудростью, ты ему книжку прочитал, новая мысль, инсайтинг, все новое убеждение. Только почему-то время проходит, а действуешь ты по-старому. Программа запускается по-старому. Наверняка не первая конференция, тренинги, все проходили. И многие сталкивались с этим. Ты выходишь после занятия, тебя прет. Ты готов, ты заряжен, ты видишь, у тебя ясность, осознанность, все супер. Но проходит время и слетает. Почему? Потому что новые программы тут ничего не значат, так как твоя энергия идет таким образом, и старые программы вот эти, они просто тупо восстанавливаются. Поэтому секрет вот этого, как убрать, заключается в том, что проработка у человека должна происходить, когда он находится, грубо говоря, вот в этом состоянии, то есть практически куда он по сне. Это можно делать при помощи кучи всяких разных практик, гипнотерапии и так далее, но у нас есть очень простой способ. Потому что за управление мозгом, то есть, например, мы естественно падаем и каждый день, каждый вечер и каждое утро проходим эти пути. Это когда мы засыпаем. А засыпаем мы благодаря гормонам мелатонии, которые регулируют как раз вот эти вот уровни моих вибраций. А мелатонин вырабатывается в шашкаливной железе. А теперь вспоминаем разные духовные традиции. Можете попали, поездить и посмотреть на статы. Обратите внимание, что макушка головы все время культивирована. Какие-то короны, об буты-пунки, тысячелепестковая чакра. Об идуизме, постоянные головные уборы. То есть верхняя точка всегда культивирована. Нимы православных святых над головой. Если вы возьмете глаз гора, египетский символ, то вы увидите, что это просто мозг в разрезе. А сама Бога приходит на шашкаливную железу. Тот самый третий класс и так далее. Евреи носят вот эту штучку на макушке. Они сами объясняют, что Бог выше. Это самая верхняя точка тела, поэтому Бог выше тебя. Но мне кажется, они таким хитрожокым способом стимулируют шашкаливную железу. Поэтому, когда они молятся, их начинает вводить такое трансовое состояние. Их начинают раскачивать. То есть они проделывают свою молитву на этом этаже. То есть, если ты не найдешь способ туда уйти, и не найдешь способ это прорабатывать там, то все проработки здесь, визуализация, медитация, афирмация, это все максимум ты вот тут делаешь. Тебе надо найти способ спускаться сюда и прорабатывать. Но это адекватная часть информации. Неадекватная часть информации заключается еще в это. А это что такое? Это генетическая память твоего рода и твоей прошлой жизни. Вне зависимости, верите вы в существование или не верите. Штука заключается в том, что у нас есть технология, при помощи без всякого гипноза, человек просто вспоминает себя другим человеком. Не на уровне картинок голове и фантазии, а на уровне реального ощущения. Если мужчина может ощутить себя женщиной, если женщина может ощутить себя мужчиной, мужчина это очень как бы легко. И человек как бы находится здесь. То есть получается есть еще более глубокие программы, еще более глубокие. И следовательно, почему психотерапия не работает или дает время для их тяги? Потому что ты чистишь себя здесь, когда ты ходишь в детство, проживаешь все эти вещи, плачешь, проговариваешь, расстановки, нерасстановки, и через некоторое время тебе легче, но проходит полгода, полгода и так далее, вдруг ты обнаруживаешь, что ты снова старый, что ты снова действуешь по старым механизмам. Гены, как говорится, не обманешь. Энергия поднимается, она засвечивается из старой программы, они начинают постепенно идти туда, и вот ты пытаешься решить задачу, ты пытаешься построить дом своей мечты, но в результате ты не чувствуешь только одно желание – раствориться, уйти в какую-нибудь виртуальность. Это то, на что твое тело с удовольствием даст тебе энергию. Обратите внимание, что когда вы чего-то хотите, но не делаете этого. Ну, например, ты решил все завтрашнего утра, пробежки по утрам, наступает это завтра, или такой, не, не сегодня, да, то есть перекинул. И ты вроде бы не побежал, но обрати внимание, ты не сделал это действие, но сделал другое. Сидишь в телефоне, смотришь телевизор, читаешь книжку, слушаешь музыку, ешь. Неважно, но ты просто что-то делаешь взамен этого действия. То есть на это тело тебе дает энергию. Четыре вещи, на которых тело даст тебе всегда энергию. Давайте вместе. В телефоне посидите. Нет. Секс. Секс, конечно же. Еда. Еда. Сон. Сон. Туалет. И безопасность. Сон, еда, секс и безопасность. На эти вещи, то есть, например, если бегать по утрам тебе особо не хочется, ну ладно, если за тобой бежит огромная собака, чтобы тебя покусать, вот ты не думаешь побежать, не побежать. Тело начинает дает тебе эту энергию. Поэтому это, кстати, к вопросу о целеполагании. Цель должна быть такой, чтобы твоим телом она понималась как то, что поможет мне выжить. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. Вот у девушки есть дом, семья, дети, но она продолжает завидовать своим подругам, даже у которых есть не столько всего, что у нее. В общем, спрашивают, как избавиться от зависти. Нормальная баба просто. Идея заключается в том, что ей надо понять скрытую выгоду этой зависти. И она полагает, что у других есть что-то, чего нет у нее. Я не знаю, поскольку нету конкретики, ее здесь нет, то было бы интересно, почему она завидует. Я полагаю, речь идет о некой свободе, то есть о неком ощущении больше свободы. В семье ее меньше и так далее. И вот эту свободу она думает, что можно получить, ведя тот образ жизни, который ведут ее подруги. Она не видит способа, как эту свободу получить в семье. И поэтому или в работе, или в тех вещах, в которых она действует, она не находит способа получить вот эти качества. Если она найдет способ это получить, не уходя, да, то есть еще раз, счастье можно получить не имея всего этого. То есть войти в это состояние можно сразу, минуя все эти штуки. Если посмотрели, то мы увидим несколько качеств, которые Владислав ищет. Расслабленность ищет, признание ищет. Ну вот как основные, расслабленность и признание. Такие вот основные качества. Он эти вещи просто верит, что он может получить через достижение целей. Он может получить признание, а расслабленность через власть над другими. И это просто он так думает. И вот подписчица думает, что вот у подруг что-то есть, и она вот либо иногда к мужу уходить, либо с работы уходить, либо что-то, либо там изменять, пойти, чтобы взять это. Это к примеру, если я не просто речу эту свободу. То это просто еще одна программа. И надо просто найти этот способ, как получить это качество внутри. Вот и все. Вот и все. И в качестве совета этой женщине, если речь идет, что проблема нет в семье, что она не может быть со своим мужем это ощутить, то пусть она поиграет друг другу зачем. То есть вот зачем они вместе. Вот как раз Игорь Пеладзе рассказывал историю. Они вот ездили как раз вот к ним на остров на проект, и там им давали задание построить общую мечту из песка, вылепить. Вот так как все пары так пересрались. Ну дом не вылепишь, дома у жилых всех есть, ребенка там, дети есть, что любить? Должна быть общая. Есть моя чая, я хочу, и есть, что она хочет. А вот не к общей. И пары много лет вместе пересрались. И выяснилось, что нет общего. Есть как-то поотдетность. Пусть она в этот контакт пойдет. И возможно она увидит, что это подруги потом начнут заведать людей. Друзья, все? Да? Плава. Давайте по огромным чайкам понравилось выступление. Спасибо.